всем привет меня зовут снежа добро пожаловать на мой канал и сегодня я буду делать интересные вариант окрашивания вообще не ее и вообще не вас и вообще не модель никого и никакого никого я не буду красить сегодня я буду красить сегодня парик который относительно недавно я приобрела у ребят из kawai cat мне хочется проверить вообще насколько хорошо он покрасится и красть я его сегодня буду зеленкой если вы подписались на меня очень давно вы наверняка помните видео о том как я красила волосы зеленкой и потом что-то случилось со мной на меня напала какое-то чувство того что видео снято максимально плохо и я удалил это видео вместо того чтобы просто скрыть я его просто удалила но у меня хватило мозгов вы постоянно задавали мне вопросы по поводу видео которое я снимала по окрашиванию зеленкой и именно сегодня я сделала это окрашивание на этом прекрасном натуральном парике как вы видите парик достаточно теплого блонда и сейчас перед тем как тонировать его зеленкой я хочу нейтрализовать желтизну как это делать вы можете посмотреть подробное видео про нейтрализацию которая вот ссылочки под описанием к этому видео и сейчас я быстренько нейтрализую его покажу вам это все взаим заскоренной съемки простите вы сегодня нам не пригодитесь у нас в студии есть несколько манекенов в прошлом видео когда мы делали окрашивание термохромным красителем вы придумывали имена для другого нашего манекена это новый персонаж привет привет может быть вы придумаете имя для этого манекена и мы обязательно напишем на шее этого манекена имя я себя чувствую поваром серьезно я прям в таком фарточке типа эй эй так как я сегодня буду красть волосы зеленкой вам перед тем как вообще этим всем заниматься в домашних условиях нужно знать несколько моментов которые вот прям сто процентов вам нужно учитывать первое это цвет ваших волос изначально если вы еще не хотели видео про нейтрализацию посмотрите пожалуйста в принципе тот цвет который нейтрализуется вот нейтрализуется да и тонируется до максимально свет розовый голубой там сверху волны и бла-бла-бла чем светлее ваши волосы тем лучше если вы хотите тонировать волосы зеленкой у вас есть несколько вариантов развития событий первое вы берете воду тазик с водой это может быть ведерко только не делайте это в ванной потому что это опасно вы будете потом очень сильно оттирать ванну хотя я это делаю в ванной ладно и это все легко оттирается а суть в том что вам нужно резервуар где поместится ваша голова то есть вам нужно просто взять вашу салатницу и померить ее будет ли она вам как раз или нет и желательно чтобы количество воды которая в нем будет в этом резервуаре было достаточно большой то есть вам нужно ведерко например какой-нибудь то есть вот эта штука она подходит для коротких волос выбираем тазик под размер головы и длину ваших волос вы можете добавить зеленку в емкость размешать ее и опунуть вашу голову в эту посуду которую вы выбрали и суть в том что когда вы опускаете голову вниз затылок и височно-боковые зоны они обычно остаются очень светлыми потому что их очень тяжело искупать вам надо очень равномерно купать вашу голову в этой прекрасной водичке второй вариант он более наверное равномерно распределяющий пигмент если можно взять пигмента по волосам если вы смешиваете зеленку с бальзамом и тогда есть вариант что вы проконтролируете нанесение цвета на всю голову это произойдет более равномерно но если вы такой же крэйзи человек как и я то тогда вы конечно же будете обыскать голову в таз с водой и просто следите за тем чтобы концентрат этой штуки не был слишком большой чтобы вы не сожгли себе волосы потому что есть такая вероятность что эта штука пересушит вы берете мойте голову шампунем сначала потом пропитывайте волосы маской и после маски вы уже можете окунать волосы в таз после этого снова нанести мат потом бальзам и тогда ничего с вашими волосами страшного не случится и вы можете контролировать цвет волос который у вас получится короче это очень дешевый вариант окрашивания волос в бирюзовый цвет у меня в инстаграме есть видео на эту тему кстати про тонирование волос зеленкой вот так выглядит то что вы должны посмотреть в инстаграм сейчас я буду добавлять во-первых я сейчас накину перчатки накину можно ли смыть зеленку с волос да как это лучше всего сделать вы мойте волосы шампунем огромное количество раз вместе с маской которая для восстановления одной из самых главных причин почему я решила покрасить мидеральный парик зеленкой потому что зеленка очень легко смывается и она дает очень классный оттенок такой мятно-бирюзовый и я сейчас буду разбавлять с водой зеленку прям в минимальных пропорциях с точки зрения пигментированности чтобы получить максимально светлый оттенок вы знали что за границы вы знали что за границы где я тут я задавала вопрос нескольким людям которые живут в европе и в америке и у них нет ни зеленки не фукоцина эти люди не могут себе позволить затонировать волосы подобным средством у них просто нет представляете вообще нету и хлоргексидина по моему у них там нет либо есть но он стоит очень огромное количество денег как красиво господи да я сначала хочу попробовать затонировать корни это будет происходить таким образом бук 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 но я уже вижу что мне нужно побольше размешать потому что слишком светлый оттенок получается с другой стороны мне же хотелось пастельный цвет если у вас получится слишком насыщенный цвет на волосах то вам можно без проблем скорректировать цвет каким образом просто помыть несколько раз волосы шампунь вот я сейчас соединяю корни с длиной но я уже вижу что весь оттенок впитался в волосы и уже просто вода не имеет пигмента и я буду сейчас просто обновлять смесь ну вот смотрите вода прозрачная просто все впиталось волос мне кажется что конечно при тонировании парика надо было его разделить на несколько частей потому что прям вот таким образом в такую емкость это максимально неудобно делать но я это делаю первый раз вместо того чтобы посмотреть какие-нибудь обучающие видеоролики зачем мне это делать я же хочу сама на грабли наступить на чьи-нибудь но уже кстати неплохо получается мне кажется что смотрите если мне нужно был более насыщенный цвет на прикорневой зоне длина более пастельно у нас получился достаточно хороший результат но так как не нужна длина более пигментированная я буду действовать дальше где фокус стрессом горячий батареей стою у меня фокуса не было когда я снимала это даже хуже чем забыть нажать на кнопку baby baby на 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 у baby baby пахнет конечно смесь зеленкой удивительно я еще разочек в корне Прикольно, что здесь видно, насколько круто впитывается все в волосы. То есть красителем прямого действия примерно такая же история, только что там все-таки пигмента больше, и поэтому вода остается все равно цветной. А эта штука, она прям моментально впитывается в волосы. Ну, почти моментально. И вода остается прозрачной, то есть весь этот цветной пигмент впитывается, и все. Продолжаем. Хлюп-хлюп-хлюп. Одной баночки вам хватит на три тонирования, мне кажется. Мне кто-то писал когда-то под тем видео, где я тонировала волосы зеленкой, что он сжег себе кожу головы. Я не знаю, вы, наверное, просто выливали себе зеленку на кожу в чистом виде. Вы вообще что творите, ребята? Так нельзя делать. Да простят меня все парикмахеры, которые смотрят этот видеоролик. Я знаю, что вы обо мне думаете после того, когда я стала говорить о том, что тоника не зло. Я уже получила от вас несколько гневных комментариев о том, как вы можете. Будьте как-то более рациональными. А еще мне кажется, что парик у меня красится под цвет моего прекрасного фартака, я это только что поняла. Совпадение? Совпадение? Не думаю. Вы поняли, у нас сегодня день старых мемов. Если бы я не делала нейтрализацию парика предварительно, и у меня цвет был бы более желтый, то, соответственно, не было бы перехода в такой сероватый оттенок, тут просто все зависит от вашей задумки. Мне было любопытно вообще посмотреть, какой цвет получится на более нейтрализованном блонде, но он такой прикольный холодный. Я бы, наверное, назвала это окрашивание какой-нибудь ундина. Так, ну что? Мне кажется, что на этом можно закончить. Учитывая то, что я еще высушу волосы, и они станут еще посветлее, цвет достаточно прикольный получился. И я не хочу, чтобы он был очень сильно пигментированный. Мне как раз хочется, чтобы он был более пастельный. Смотрите, у меня парик изначально был уже помыт. Я сейчас просто ополосну его большим количеством воды и нанесу кондиционер. Именно кондиционер, а не маску. И потом я нанесу на парик термозащиту, потому что я буду использовать фен с горячим воздухом и, возможно, я еще буду использовать утюжок. Просто этот парик, он достаточно пышный и объемный. Ну, давайте так. Наверное, я высушу феном. Вы посмотрите на объем волос просто, когда я высушу феном. И уже после этого я сделаю небольшую укладку этого парика и покажу, как я его буду примерять. И как раз я буду отрезать сетку и все остальное. Получился вот такой интересный результат. Сразу что бы мне хотелось сказать. Все волосы для наращивания либо парики, они изначально обработаны специальным средством, которое защищает волосы в процессе эксплуатации. Так как эти волосы были изначально обесцвечены на производстве того производства, где делался парик, короче, если волосы для наращивания вы когда-нибудь красили, вы наверняка должны были столкнуться с такой ситуацией, что если вы их не промоете несколько раз, то краситель будет ложиться не так хорошо. Но это просто говорит о том, что на поверхности волос есть там такая специальная пленка, ламинирующая какая-то штука. И здесь, скорее всего, все то же самое. Это неплохо, это нормально, потому что изначально вот эти волосы должны быть обработаны таким образом, чтобы в процессе эксплуатации парик прослужил как можно дольше. Вот так выглядят волосы, если просто их высушить феном. Я бы сейчас сделала этому парику небольшую укладку, подтяну волосы и, может быть, чуть-чуть завью кончики. И уже после этого я его примерю. Оттенок получился очень светлым, плюс зеленка настолько, скажем так, быстро выветривается с волос, что если вы будете сушить ваши волосы горячим феном, то есть вероятность, что просто цвет выветрится. И если вы будете краситься летом, то будьте готовы к тому, что если вы утром затонируете волосы и солнце будет светить на ваши волосы, у вас цвет просто выгорит на солнце. То есть настолько он нестойкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, настал момент истины. Я беру волшебный носок. Блин, этот носок сморщенный. Похож на пенку молока, которую снимаете с молока. Вы меня, конечно, простите, но я не хочу сегодня клеить парик на клей. Потому что я вообще не планировала сегодня напяливать этот парик. Я просто хочу вам продемонстрировать, как у нас получилась вообще вот эта вся история с тем, как это все выглядит. Я уже вижу, что мне можно было бы по краевой линии немножко побольше отрезать волос. А еще я не умею делать кудри. Кто меня помнит с такими волосами? Пожалуйста, фотография. Катрин говорит, что я помолодела. Может быть. Ну, потому что я флешбэкнула 10 лет назад. В 11-м году у меня были такие волосы. Мне очень нравится этот цвет и мне очень нравится этот парик. Однозначно он выглядит значительно более натурально, чем тот, который я купила за 60 тысяч рублей. Господи! Меня просто будет бомбить, но это осталось в прошлом году. Я сто процентов могу вам сказать, что он очень легкий. Короче, мне очень нравится. Нужно будет наловчиться делать укладку на нем. Прикольно, что можно отдельно сделать укладку в отдельном месте, не сразу на голове. Потому что, когда ты самостоятельно завиваешь кудри, кажется, что как было бы здорово снять мои волосы, скальп отдельно закрутить и потом примерить свой скальп обратно. Парик – это идеальная история. Как вам кажется, окрашивание волос зеленкой прошло успешно? Мне кажется, что очень. Ребята, я оставила ссылку на парики Kawai Cat под этим видео. Вы можете без проблем изучить весь их ассортимент. Я хочу сделать полное окрашивание зеленкой и фукорцином, показать вам, как можно сделать из этих двух цветов фиолетовый оттенок. И совсем скоро, возможно, будет видео на этом канале. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Оставляйте свои комментарии. Я буду читать вам их когда-нибудь. Комментально. Ну, короче, я их читаю, не переживайте. Если вы икаете во время просмотра моего видео, возможно, я читаю ваши комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok